привет дорогие слушатели и коллеги это док мед подкаст и я его ведущая марина демидова здесь мы создаем дружественное безопасное пространство чтобы обсуждать непростые темы поддержать друг друга чтобы лучше заботиться о пациентах и сохранить себя подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте больше лайков а сегодня со мной в студии моя соведущая даша на щекина снова даша всем привет привет марина привет друзья космический привет от док мед академии я очень рада потому что эта тема буквально то что насыщает меня каждый день поэтому с вами поговорим сегодня об очень интересных штуках которых сейчас расскажет марина подробнее сегодня будем говорить про обучение врачей но мы будем говорить не про высшее образование а про пост дипломное образование про высшее обязательно потом еще как-нибудь поговорим будем говорить про life long learning и в гостях у нас наши прекрасные друзья анна сонькина педиатр основательница и преподаватель медицинской школы сообщения которые помогают врачам совершенствовать навыки общения с пациентами привет и спасибо что пригласили а также очень приятно наконец-то увидеться с елисеем с которым вообще-то мы большие друзья с нами в студии елисея осин как известно первый космонавт док мед академии который решился пойти на такие экстравагантно необычные форматы обучения вот и мы тоже елисея привет привет елисей привет даша привет марина привет аня очень удивлен и рад что меня позвали у меня есть одна проблема эта проблема наличие живности она вообще хорошая но может начать чирикать давайте начнем с того зачем вообще это все вроде как универ закончил диплом получил всему научили можно идти лечить пациентов зачем мы это все делаем дорогие друзья зачем мы учимся чем бы ты ни занимался все время появляются новые методы новые открытия новые потребности у я не знаю той группы людей которым ты пытаешься что-то преподнести вот и медицина просто один из хороших примеров этого она не стоит на месте она все время меняется причем и в своей как сказать hard части лекарства исследования диагноза и в свои софт части отношения с людьми организация процессов вот это все меняется реальность меняется знание и если ты не будешь постоянно учиться ты просто не будешь эффективен в том что ты делаешь а по качеству пост дипломного образования как вы видите место россии мы отстаем или мы молодцы хочется отослать к интервью михаил ласкова гордеевой как ответить на этот вопрос елисей как ответить патриотично на этот вопрос с любовью но честно при этом с любовью если надо сказать просто если так с любовью что еще очень очень много работы предстоит сделать в области пост дипломного образования впрочем дипломного тоже правда как бы и даже непонятно с чего начинать как вы видите идеальный вариант под дипломного образования может быть он в каких-то странах уже реализован либо есть какие-то хорошие кейсы у нас в россии на которые можно всем ориентироваться какой идеальный этот вариант знаете я вот сказал то что я с удивлением себя в этом так сказать подкасте обнаружил потому что я человек который может к сожалению ориентироваться больше на свой опыт и на своей практике и на свое впечатление первый космонавт даже сказала что имеется ввиду то что сказал я пойду и меня выпихнули значит космического корабля и делай что-то там такое в этом космическом корабле поэтому я вот и картинка идеала какого-то у меня лично ее пожалуй нету для меня и я и в итоге мне приходится говорить о своем вот таком не самым большом не самым ярком опыте обучения ну там относительно долгом там три года мы этим занимаемся вот и для меня конечно идеальный формат обучения это возможность какого-то диалога это возможность делиться идеями это возможность обсуждать то что вызывает его беспокойство прямо сейчас я бы наверное добавила что вряд ли кто-то мог бы сказать что где-либо в мире разработана и существует идеальная система после после дипломного образования потому что вообще обучение взрослых штука сложная который мы только начинаем постигать и самой педагогической науки постоянно происходят какие-то изменения открытия и обучение взрослых штука сложная и с точки зрения методологии что сделать для того такого с людьми чтобы они изменили свое поведение но это еще и сложная штука в плане мотивации зачем людям которые уже работают своей профессии менять свое поведение и какие-то вещи люди охотно меняют и охотно им учатся потому что там появился новый метод диагностики или но новый инструмент лечения я хочу его освоить потому что это мне поможет лечить моих пациентов а какие-то вещи не настолько очевидны как то чем я например занимаюсь коммуникации с какой стати зачем я буду учиться общению с пациентами если я и так успешный врач меня взяли на работу в крутую клинику меня любят пациенты жалоб вроде нет поэтому идеальная система это очень сложный вопрос мне даже трудно тебе представить и как всякая не идеальная но оптимальная картинка скорее всего она складывается из множества множества разных форматов скорее всего на очень гибкая скорее всего она способна адаптироваться к индивидуальным потребностям как конкретного врача так и конкретного отделения больницы города страны и так далее и должна наверно состоять из множества множество элементов от того о чем елисей говорит возможности просто обсуждения открытого того что тебе трудно делать в твоей работе или того что у тебя вызывает сложности или интерес до каких-то формализованных вещей и мы все этим занимаемся конференции на которых мы узнаем новую информацию курсы на которых мы совершенствуем навыки они могут быть отру оторваны совершенно от нашей работы могут быть в рамках клинического аудита что то что в россии никто никогда не делает когда медицинская организация или команда анализирует а что мы на самом деле делаем а мы реализуем вообще-то те стандарты которые мы сами перед собой поставили а поставили ли мы вообще какие-либо перед собой стандарты а если мы поставили посчитали и показали сами себе вообще-то нет мы их не реализуем эти стандарты давайте все сейчас вместе поднапряжемся и поймем как мы можем научиться сами то есть этот процесс самообучения потому что я хочу делать лучше это все вместе очень интуитивно как бы понятно и очень естественно человеку который любит свою профессию мне кажется естественно свойственно хотеть хорошо делать свою работу и расти и приумножать свои успехи правда проблема в том что в россии как и всякая прочая активность это активность не приветствуется не поддерживается и даже в общем искореняется мне кажется это одна из наших основных проблем что у нас все образование включая после дипломная находится в руках тех кто просто не должен к этому иметь никакого отношения я кстати поспорить хочу потому что ко мне вчера вот буквально вчера ко мне приезжали представители из правительства москвы и спрашивали про лучшие практики и очень хотели эти практики внедрить я думаю что наверное все таки основная проблема которую тоже мы вчера говорили с ними том о чем она сейчас тоже говорила в мотивации потому что ну есть два вида мотивации тут ничего особо не придумаешь есть мотивация от угрозы есть мотивация к награде ну чисто вот физиологически других елисей как психиатр наверное подтвердит что других вариантов тут не придумаешь либо морковка спереди либо морковка сзади и чаще всего те ребята которые приходят на курсы анны на курсы елисея и в нашу докмет академию это чаще мотивация к желание сделать лучше тоже то о чем говорила анна или желание лучше лечить желание делать качественную услугу желание лучше помогать пациентам и к сожалению не все ну даже чушь про докторов не все люди в принципе ведомы этой мотивации просто потому что мотивация от вот этого да от угрозы от морковки сзади она всегда ну во первых ей воспользоваться как-то начиная с детства да как сделать так чтобы ребенок пошел зубы почистил очень тяжело ему объяснять как у него будут здоровые зубы в течение всей его жизни проще там кулаком по столу и ну-ка пошел чистить зубы основная проблема мне кажется вот работы с большим количеством врачей проблема медицинского образования в целом в том что вот как ключик то найти ко всем людям чтобы у них была мотивация не от угрозы не от того что там все работать нельзя будет если количество баллов не заработаешь а мотивация к тому чтобы делать хорошо это наверное это даже про воспитание даже тут нет не про медицинское образование а про какую-то вот авторскую позицию в жизни а воспитание самого детства и о том чтобы прививать в принципе важные ценности как-то наверное так глубоко я копнула как с мотивацией то быть давайте об этом я снова должен начать говорить о том в чем я с одной стороны много разбираю довольно хорошо разбираюсь а с другой стороны в том где не смогу предложить решение но какого-то не радикального грубо говоря то есть вот одна из вещей из которой лично я сталкиваюсь когда там вот с моей ассоциации я учредитель ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованной практики мы пытаемся проводить курсы в разных городах и вот там в частности например это отдельная такая вот деятельность которая мы пытаемся взаимодействовать вот как раз какими-то организациями здравоохранения не с теми кто к нам пришел а вот с теми кого словно позвать этого было не очень много вот но в какой-то степени было и одна из проблем с которой мы сталкиваемся это все что на самом деле в системе в целом вот если говорить про нее на широком уровне нет никаких проблем системы в целом медицинская она устроена для себя для своих так сказать цели для своих потребностей хорошо я готов говорить про детскую психиатрию то есть когда возникает вопрос вот там нужно как то иначе учить врачей нужно заставлять их как то иначе вести диалоги там вот нужно учить как-то там не знаю иначе ставить диагнозы сразу возникает вопрос а зачем а что раньше что ну то что нам раньше делали на что-то плохое раньше это хорошие традиции вот условно московской казанской санкт-петербургской школы эти традиции хороши, и они отвечают тем задачам, которые перед нами стоят. А какие задачи? А задачи кое-как дни, пролеченные, там, не знаю, статистика и так далее, и так далее. То есть, та задача, в которой то, что ценно для нас в Докмед Академии, в Докдети, в Докденте, вообще второстепенно. Ну вот нам интересно развитие специалистов, нам интересна человеческая жизнь, нам интересно качество жизни, нам интересны ценности. Вот в системе эти вещи, они готовы про это говорить, они, понятно, они учатся, и с языку тоже учатся, они это, так сказать, себе забирают, но система устроена таким образом, что это не то, что их интересует. Это не то, что вызывает у них, так сказать, возбуждение, вот, о, как я лучше его научу, он там, а сколько, как я смогу прогнать через это количество там всех своих там условно терапевтов, педиатров. И, опять же, я понимаю, что такая проблема существует, я не знаю это решение, но там, грубо говоря, медицинское образование детских врачей-психиатров в Москве всерьез начнется тогда, когда закроется гигантская психиатрическая больница, которая находится фактически в самом центре этой Москвы. Потому что эта психиатрическая больница настолько нелепая, настолько устаревшая, настолько странная институция, которая собирает в себе, так сказать, тоталитарные, бессмысленные практики, вот, что вот это такое, и она очень сильная, она такое место силы, которое блокирует всякое возможное развитие, как бы, системы вообще. Говорить одновременно с этим на, про обучение конкретного специалиста, да, пожалуйста, я думаю, что там и я, и Аня, мы какими-то инструментами владеем. Но когда начинается разговор про Москву, вот так вот, например, там, ну, федеральный какой-то вот уровень, там, городской уровень, федеральный уровень, мы сталкиваемся с большими штуками. Вот вопрос мотивации. Опять же, в системе все хорошо. Ты пришел, ты обучился, ты закончил интернатуру, интернатуру, все. Делай, как другие делают. Может быть, там, не выделяйся, может быть, чуть-чуть выделяйся, но главное, повторяй практики. И тогда у тебя все сложится хорошо. И пока устроено так, что эти практики приветствуются, на широком уровне довольно сложно какие бы то ни было вещи менять. Вот, собственно, здесь, там, с чиновником из Министерства здравоохранения, Департамент здравоохранения Московского, вот, наверное, вот такие штуки придется обсуждать в том числе, да, вот они там что-то про мотивацию, но для чего ему, если у него все будет отлично, если он просто будет переписывать свою старую карту, у него все будет хорошо, у этого врача, вот. Ну, он так и делает, и, в общем, выживает довольно неплохо. Мне кажется, что вот в ответе в рассказе Анны и в рассказе Елисея мы, собственно говоря, вот сейчас прозвучал весь план нашего подкаста, который будет. Вот, и действительно, мы тоже видели таких, мы с Елисеем видели и на других курсах Академии, мы видели тех участников, которые приезжают из дальних городов, и они говорят, блин, я думал, что я вот один такой, я думаю, неправильно, и одна девушка просто сидела, плакала и рыдала. Я думала, что я одна, думаю, неправильно, а все правы, а тут я слышу, что я не одна. И очень часто люди приезжают просто, чтобы почувствовать ну, как-то себя вот не в одиночестве вот в этой системе. И про НМО мы затронули тему, и мне есть что сказать и рассказать, потому что курс Елисея Константиновича у нас зарегистрирован в системе непрерывного медицинского образования, мы этот путь прошли. И очень часто меня спрашивают, насколько вот то, что курс предоставляет, да, НМО-баллы, насколько это отражает качество обучения. То есть вот если НМО есть, обучение качественное, если вот не дают НМО, и вообще у вас консультационные услуги, они образовательные, нет образовательной лицензии, значит, некачественное обучение, действительно ли это так? Нет, к сожалению, друзья, это не так. Собственно говоря, сейчас качество, да, вот мы проводим с Елисеем, вот у Ани вот этот курс, который все наши врачи очень любят, и вот недавно как раз было горячее обсуждение, как же на него попасть, там не осталось места, нет, мы места найдём, потому что видят, что это для них полезно и важно, вот, и, ну, по крайней мере, вот та же образовательная лицензия, она имеет формальные определённые критерии, но что внутри этого, и каждый делает курс на свою совесть, это я к чему? Ну, вот это правда же так, вот мы люди совестливые, быть честно, я считаю, это, это, это как бы справедливо заявить, а мне всегда интересно вот, что, так как я много общаюсь с преподавателями, спикерами, там, наставниками, по-разному можно называть, а зачем, зачем человек становится, ну, то есть, вот, вот зачем вы преподаете лично, вот про ваш личный конкретный, что это для вас, в чём ваша мотивация? У меня ответ на этот вопрос готов, и, главное, очень давно готов, я с него начинаю каждый новый курс, я никогда не думала, что буду преподавать, у меня не было таких ни амбиций, ни никакой такой страсти, я изучала communication skills сама для своей работы в палеоативной медицине, и мои друзья, коллеги, по которым я очень сильно скучаю, которые сейчас разъезжаются по разным странам, мы вместе работали в службе помощи больным БАС, это боковой амитрофический склероз, они просто меня попросили, сказали, вот, ты умеешь, научи нас. Я стала искать возможности, потому что, когда меня этому обучали, это было не просто так, это был сложный, какой-то интересный формат, вот эта вся история с стимулированными пациентами, вот как-то у меня было воспоминание о том, что вот я не могу, я не могу научить, просто взять и научить, это какой-то особый процесс, я решила попробовать, нашла курсы для преподавателей, именно для преподавателей ровно вот этой довольно узкой дисциплины коммуникативных навыков в медицине, и на одном из этих курсов, это была серия курсов, где мы, была возможность всем нам прям попробовать в симулированных условиях провести как бы занятия с маленькой группой, сам Джонатан Сильверман, один из авторов учебника, по которому мы преподаем, и которыми перевели, бывший президент ассоциации, международной ассоциации по коммуникации в медицине, очень известный в этом мире, в этой области человек, ко мне подошел после этого курса и сказал, я уж не знаю, он не очень был, кстати, милый со мной, мне кажется, он меня не очень любит, но он сказал, я уж не знаю, откуда это у тебя, но у тебя врожденное, у тебя это получается, я был бы рад, если бы ты это делала у себя в стране и с нами тоже, какое-то вот у тебя правильное сочетание талантов и навыков, и ты быстро схватываешь, и ты быстро учишься, мол, делай, а еще приезжай к нам на стажировку, мне потом сказали, что он никого до меня, он так персонально не приглашал, поэтому моя основная мотивация это делать, это то, что у меня это хорошо получается, и, а значит, это то, как я могу принести пользу миру, а для меня это еще важно в ситуации, в которой я по разным причинам не могу приносить пользу миру в других вещах, которые я люблю, например, я люблю очень паллиативную медицину, не люблю педиатрию, простите, док, дети, но я очень люблю паллиативную медицину, и так получилось, что я в России не могла ее практиковать по разным причинам, и мне вот очень не хватало чего-то, что я хорошо умею делать, и ценность чего мне очень понятна и близка, так что это очень удачно для меня произошло, и, конечно, видеть, что люди получают пользу, слышать истории, как люди возвращаются, даже после одного занятия, говорят, господи, моя жизнь никогда не будет прежней, у меня такой контакт с пациентами, которого никогда не бывало, или там, тут недавно на курсе было, кстати, одна говорит, так, интересно, то есть получается, мы обсуждали совместное принятие решений, и говорят, получается, что даже вот решение об ABA-терапии, когда я ставлю диагноз аутизма, оно такое может быть совместное с родителями, да, что же скажет, Елисей, если я в выписке не напишу, что там строго рекомендована терапия, я говорю, господи, ну, напишите, что вы обсудили, что рекомендовано, и, ну, обсудили, пока есть какие-то препятствия или сложности, вы подумали, но просто видеть, как люди меняют свою практику и видят пользу от этого, это очень дорогого стоит, такая моя мотивация. Сейчас мы как раз узнаем, что думает об этом Елисей. Я психиатрию обожаю, вот, мне очень нравится и мышление, которое было раньше, и мышление, которое сейчас, меня увлекает она, ну, до глубины души настолько, что мое развлекательное чтение и мое развлечение это просмотр, не знаю, каких-нибудь роликов, связанных с психиатрией или чтения статей, ну, просто это правда мне нравится, и это мне нравилось всегда, и мне точно так же нравилось про это рассказывать родителям, которые ко мне приходят, вот, почему так, что так и так далее, и даже эти же родители просили меня вести какие-то лекции, семинары, и у меня была идея, что я могу научить родителей, и они будут отличать хорошее от плохого, и будут понимать, какие услуги хорошие, какие плохие, то, что если я объясню, как следует на приеме, чем надо заниматься или не надо заниматься, тогда психиатрия, которую я очень люблю, станет в целом лучше. Я заметил то, что на протяжении большого количества времени, там, 12 лет, я повторяю один и тот же текст на консультациях, сильно ничего не меняется, на одни и те же вопросы даю одни и те же ответы, и понял то, что я ошибаюсь, и, конечно, незадачей родителей является изменение психиатрии, вот, они, конечно, могут много-много чего делать и объединяться в сообщество, но их задача – это помощь себе и помощь их детям, а психиатрия здесь, скорее, для них это инструмент. Я понял то, что мне важно и нужно обращаться к таким же людям, как я, с этими мыслями, с этими идеями, с этими схемами, вот, почему? Потому что я хочу эту психиатрию улучшать и развивать. Вот, собственно, такой ответ. Я хочу предложить систематизировать, очень люблю все системы, создать шаблончик, в общем, давайте предположим, что есть какая-то классификация, да, ну, есть, наверное, да, всех курсов, которые постдипломные могут быть, давайте группу из них соберем, ну, вот, одна, наверное, группа – это будет, там, курсы СНО и курсы без СНО, то, что мы только что разбирались, что у меня метафора родилась, что это практически как КМН, то есть врач, который с тремя буквами КМН, он может быть как хорошим врачом, так и плохим врачом. Это то же самое с НМО. Единственное, прошу прощения, что НМО – это все-таки обязательная штука, то есть все приходится. Почему к хорошему курсу лучше добавить НМО? Потому что люди не мучились, получая их на… Плохих курсах. В других местах, да. Какие еще могут быть группы? Ну, например, да, инфобизнес. Некоторые врачи и блогеры запускают курсы для врачей, и это тоже, насколько я понимаю, весьма популярно среди докторов, и тут может быть, там, доказательная медицина, не доказательная медицина, и куча-куча-куча всего. Какие еще группы вы видите? Потому что вы со своей позиции видите гораздо лучше явно, чем я. Ну, вообще нет. Мы же не картируем все после дипломного образования. Мне кажется, и Елисея, и я, мы оба занимаемся преподаванием своей какой-то штуки. Я понятия не имею, что существует из того, что мне попадается на глаза. Мне очень трудно судить о качестве. НМО для меня ничего не говорит о качестве. Абсолютно ровным счетом, абсолютный ноль. Больше того, я считаю, что для каких-то хороших курсов НМО даже во вред. Например, для моей программы НМО ничего полезного бы не принесло. Я не хочу этого. Почему? Потому что я объясню, потому что я не хочу видеть на своих курсах людей, которые пришли, потому что это им даст баллы НМО. Потому что хорошее обучение, не всякое, но навыковое, то, которое про практические навыки, а не про знания, оно должно быть интерактивным. Интерактивное обучение значит, что у тебя люди общаются и взаимодействуют. И если у тебя в небольшой группе хотя бы один человек, который пришел ради баллов, и если он достаточно смелый, наглый, громкий, он захватит все пространство и будет тормозить всю остальную группу. Мне это вообще неинтересно. Единственное, что если кто-то готов пойти на такой риск, как вы, например, с курсами Елисея, то польза от этого очевидная в том, что люди могут легче получить командировку и финансирование под это дело. Правда? Это потому, что медицинские организации часто берут ответственность и оплачивают своим людям обучение, если оно принесет им вот эти баллы. Вот. Кроме этого, честно говоря, я никакой пользы от него не вижу. Что для меня является критерием качества, очень сложно сказать. Сейчас все очень умеют красивую картинку в соцсети сделать, повесить фотографию счастливых лиц, как они хорошо на кофе-брейке, все потусили отзывы, как они хорошо провели время. Вот. Приобрели они что-то, при этом изменилась их практика, улучшилась ли жизнь их пациентов, неизвестно. И это, кстати, относится и ко мне. Первое, что я сделала, когда приехала в Америку и стала общаться с людьми и говорить, вот я умею преподавать, вот я сделала такой успешный образовательный проект в России. Они сказали, ой, как хорошо, покажите мне ваши успехи. Все как один стали говорить, а где ваши публикации? А где хоть какой-то показатель, что это успешная история? И мне пришлось всем сказать, понятно, отступаю, никаких показателей у меня нет. Потому что если ресурсов на то, чтобы создать качественный продукт хватает, ресурсов на то, чтобы оценить работу, их ли он. Ни человеческих, ни финансовых, ни временных у нас никогда нет. Поэтому мы сами не знаем, хорошо ли мы делаем. Вот вы сказали, да, мы добросовестные люди, мы сделали хорошее. Мы не знаем. Я не знаю, делаю ли я хорошее. Я только могу судить по отзывам людей, но это отзывы людей. Стало ли лучше их пациентам? Я не знаю, я этого не замеряю. Поэтому как их классифицировать, эти курсы? Да не знаю. Если это интересный контент, и ты доверяешь тем, кто это создал, попробуй. Для меня это вопрос без ответа до сих пор, хотя я вот человек, который по профессии занимается обучением взрослых. Так что сложилось. Потому что, сколько ты не замеряй вот эти вот истории до и после. Ну окей, человек после, через полгода, год всё может измениться, его практика. Он очень интересный, я всё время о нём думаю. И там материальная эффективность обучения тоже с точки зрения бизнеса. Тоже непонятно. Да, к тебе могут ходить, учиться, ну возьмём какой-нибудь пример вообще за шквами. Просто очень интересно. Блиновскую, да, к ней же ходят учиться, да? Да. Много человек зарабатывает, но при этом эффективность, как бы как померить в деньгах, ну вот получается, вот тебе про деньгах эффективность вопросики, да? И про кофебрейк очень актуально, потому что я помню, я делала курсы в большой компании, огромные бюджеты тратились, да, огромные бюджеты. Мы, ну огромные, ну там 30-40 человек вместе со мной над этим работала, и мы собирали там обратную связь с сотрудников, у них, их обучение было полностью оплачено. Компании этого, ну действительно было классно, как нам казалось, опять же, да, это субъективная оценка обучения. Я собираю отзыв там, что вам понравилось, что не понравилось, там все дела, и получаю там обратную связь, что классный кофебрейк был от человека. Это вот как раз вопрос, в чем он материирован, получением, да? И прям кофебрейк – это больная тема для меня. Мотивирован он получением НМО, да? И да, или он действительно пришел, чтобы сделать себе легче, и пациенту лучше там, условно говоря, как-то изменить свою действительность. Даже если, допустим, отставить в сторону вопрос формальной оценки эффективности, кто из тех, кто преподает у нас, вообще умеет преподавать, и откуда мы знаем, что они умеют, да? Кто из тех, кто преподает, вообще знает принципы обучения взрослых, умеет это делать, знает, и как строить программу, и как непосредственно доносить что-то, и как выстраивать отношения с учащимися. Человек хорошо разбирается в чем-то, это не значит, что он хороший преподаватель. И это особенно видно, к сожалению, на моем предмете, потому что это навыки, и это навыки очень-очень близкие к телу. Я не хочу там свою значимость здесь превысить, а про то, что разные вещи преподавать по-разному сложно, да? Одно дело прийти, приехать, откуда-то и признать самому себе и другим, что я не так хорошо знаю современные подходы там к диагностике аутизма, я могу не знать чего-то. Другое дело прийти, сесть, показать, как я, не знаю, начинаю консультацию с пациентом и, по сути, признаться самому себе, что то, как я общаюсь, а то, как я общаюсь в нашем сознании и так, ну, это не совсем так, но это очень так и воспринимается. То, как я общаюсь, это то, какое я и есть, правда? Я вчера сидела на концерте с классическом и рассмышляла, почему, интересно, вокалисты, ну, какие-то такие особые музыканты по сравнению с инструменталистами, и подумала, а ведь действительно, потому что голос твой, твой инструмент — это твой голос, а мы очень сильно связываем голос человека с его личностью. Соответственно, как я общаюсь, это то, какой я человек. И обнажить, что, может быть, я общаюсь, неоптимально, это очень близко к ощущению, я какой-то не такой, я сам. И это преподавать надо очень осторожно, потому что люди закрываются и не хотят признавать. Вот, да, мы говорим о мотивации. Слушайте, да, мы сейчас всех замотивируем, да, представим ситуацию, в которой мы смогли всю страну замотивировать учиться. А кто их будет учить? Есть кто-то у нас, кто умеет их учить, действительно умеет? Или они все придут и скажут, спасибо, это было мило, спасибо за кофе-брейк. Вкладываться не скука в мотивацию, в количество, в охват, сколько в качество, мне казалось всегда, было гораздо более перспективным делом. Не думать, как нам всех замотивировать учиться, а сначала думать над предложением, потом уже про спрос вспоминать. Что мы им предложим всем, мотивированным таким? Извините, я все-таки чуть-чуть назад вернусь к видам курсов и к оценке эффективности курсов. Вот. Но я для себя нашел одну из вещей, которую я, ну, как бы я, на что я смотрю. Для меня эффективный проект, обучающий, это тот проект, по результатам которого к нам в команду приходят единомышленники. Вот. Мы так вот условно проводим эти курсы, они довольно на большое количество, а потом хоба, там 3% этих людей, которые проходили, устроили с нами связи, вступили с нами в взаимодействие какое-то, мы понравились им, они понравились нам, и они оказались в нашей команде. И то же самое происходит и в работе ассоциации, и вот я еще эксперт, и участвую в деятельности фонда «Антон тут рядом», и тоже такой же есть эффект. То есть мы проводим курсы, приезжаем куда-то, читаем лекции, семинары, вот мы такие показываем себя, вот наши идеи, и вдруг бац, несколько человек, не просто «Здрасте, пожалуйста, спасибо, до свидания», «Очень понравилось, классно ведете, вы обаятельные, у вас все хорошие лекторы, кофе отличное, спасибо, до свидания». Они продолжают вступать с нами в взаимодействие. И одна крупная Санкт-Петербургская клиника таким образом нашла себе настоящих единомышленников, целую команду, ну вот мы здесь тоже самое, вот. Тут измеряемая эффективность, мне кажется. И Елисей, профессионально driven, как это сказать, это все вокруг профессионального или энкоочного сообщества, обрати внимание, в этом эффективном процессе у тебя государство никак не замешано. И это ключевое, потому что в этой деятельности нужна свобода. Свобода от показателей конечных, свобода от необходимости отчитаться перед начальством. Без свободы ничего такого не создашь. Мы пытаемся взрослых людей вдохновить, поменять свое привычное поведение. Это очень тонкие материи, мне кажется. Честно, захотелось поделиться тем, что с одной стороны мы критикуем, что НМО не окей, что мотивирует нас через угрозу, не получишь НМО работать не можешь. При этом мы говорим, что все, что делает государство, все плохо. А как? И не можем предложить варианта. Потому что, когда мы говорим, что когда это не маленькая инициатива, а инициатива на всех, это уже тоже изначально плохо. И не будет результата, и не будет эффективности, и ее не измерить. А как тогда? То есть одно дело покритиковать и рассказать, с чем мы не согласны. А как сделать так, чтобы было хорошо? Мы с вами и это ровно и делаем. Я, наверное, знаю свой вклад. Я уехала из России и продолжаю свое дело из Нью-Йорка, несмотря на то, что это мне дико, дико, неудобно и трудно, ужасно, из-за разницы во времени, вы себе не представляете. Мы это и делаем. Мы делаем, как вы сказали, добросовестно, собираем вместе, распространяем наши практики. Ну, пожалуй, что мы могли бы делать чуть лучше, это объединяться. Может быть, все, кто, условно, раз тема последипломное образование, все, кто в последипломном образовании, в частном секторе, условно, что-то делает, сколь угодно маленькое, могли бы вообще-то объединиться и поговорить вместе. Аж как мы делаем, а что, как бы, а как мы мотивируем людей участвовать, а как мы создаем качественный контент, а как мы оцениваем эффективность. Любое объединение профессионалов – это всегда, как сказать, лучшее, что можно сделать для развития какого-то дела. Вот этого, пожалуй, мы не очень делаем, поэтому сегодняшний разговор так для меня и оказался интересен, потому что, ну вот, я делаю, Елисей делает, и как-то мне, честно говоря, до вашего приглашения не приходило в голову, что мы вообще-то с ним как будто бы работаем в одной какой-то плоскости, Елисей мой кум, друг, и я его обожаю. А то, что мы с ним вообще-то члены одного профессионального потенциального сообщества, даже мне в голову не приходило. Такова атомизация нашего общества, в том числе профессионального. Каждый воспринимает себя, что он один, но так же, как врачам надо объединяться. Видимо, и нам, преподавателям пришло время объединяться. Дог, дети, давайте, у вас этот ресурс есть. На самом деле, это прям моя, Анна, вы сейчас озвучили мою мечту, о которой я всё время говорю, и всех всё время призываю, и вот с рассвета мы делали какие-то общие образовательные активности, и, в общем, это моя мечта, чтобы мы все делали сообща, потому что чем больше рук, тем больше ты сможешь сделать хорошего дела, вот. И это прям мечта, которая, если вы нас слушаете, и вот видите, если уже существует несколько людей, у которых возникает одна и та же идея, значит, она хорошая идея, правильная, вот, ну, и, в общем, точнее, можно попробовать, вот. Правда, мечта большая, огромная. А мне хотелось сказать, вот Елисей, кстати, лучик света пролил всё-таки на вопрос эффективности обучения, действительно. А я после этого уже вспомнила, то есть я-то смотрю массой, вот у нас обучилось какое-то количество людей, вот как понять, хорошо им было или не очень, ну, кроме того, что они в целом были довольны, прыгали на крышах планетария, да, и действительно о качестве образования, это, возможно, ну, как бы, и, естественно, не говорит. Вот, у нас же была тоже история, когда мы видели, у нас сначала училось очень много педиатров и других врачей, которые работают в док-дети, у нас была возможность следить, что они пишут в протоколе, как они замечают детей, как они относятся к детям, да, а там с особенностями развития и поведения, о которых мы на курсе рассказывали, точнее, Елисей, не мы. Так вот, мы действительно увидели изменения в том, как, ну, я не знаю, не в мышлении, наверное, врачей наших, но в том, как они к этим детям относятся. И более, ну, то есть, вроде как и диагностика стала получше, и более чувствительная, они стали более, лучше маршрутизировать. То есть, действительно, есть просвет в этой теме про эффективность, как правильно Елисей отметил, вот, вспомнился мне этот факт, что, действительно, мы замечали изменения, которые происходили. И это было, и не важно, там, это один человек, пять или десять, даже один, это много или мало, это много. Вот, и это было очень, конечно, ну, как, значит, не просто так всё делаешь, вот, когда это действительно вот в лонгированной перспективе, то есть в протоколах, и потом эти же педиатры сейчас несут уже дальше, вот, как медицинские лидеры, да, они могут помогать своим коллегам, вот, которые с этой темой сталкиваются. Конечно, в этом, в этом, кстати, прелесть медицинской, медицинского образования именно после дипломного в том, что Елисей абсолютно правильно сказала, это даже есть про это научные данные, про то, что на поведение людей больше всего влияет поведение окружающих их людей, гораздо больше, чем то, что они узнают из книг, из лекций и на курсах. Поэтому на то, как врач ведёт себя, гораздо больше влияет то, как врачи вокруг него ведут себя, сколько бы он не ходил на курсы, и это известный, кстати, факт в моей специальности, прям фиксируется, к слову об эффективности обучения, фиксируется, что люди могут приобрести навыки, и мы это можем оценить специальными инструментами, а потом они теряют навыки, потому что они работают в среде, где кроме них никто это поведение не использует. Но положительная сторона этого эффекта – это то, что если один человек меняет своё поведение, это ещё может влиять на людей, которые вокруг него, и это то, что мы видим в вашей клинике, это то, что мы видим в других клиниках, с которыми я сотрудничаю, что когда накапливается какое-то критическое количество, какой-то процент определённый людей, которые пытаются поменять своё поведение, или хотя бы, кстати, отношения, и всё-таки мы ещё про это не поговорили совсем, что есть обучение, которое меняет установки, но не меняет поведение, а есть обучение, которое меняет поведение тоже, и когда, даже если поведение не изменилось, но изменились установки, например, я не знаю, человек не стал использовать или сей там твои, ну, правильные инструменты для диагностики аутизма, он ещё их не использует, но он знает, что это было бы важно и нужно, и здорово, и он говорит об этом в ординаторской, он говорит об этом своим коллегам, и вот установки, они же распространяются, как круги по воде, поэтому в этом плюсы, это вот одна из оптимистичных сторон того, чем мы с вами занимаемся, что каждый человек, который что-то поменял, даже если не в поведении, потенциально он наш такой амбассадор. Собственно, тот же самый Михаил Лосков тоже об этом сказал относительно, кстати, это должны быть обязательные участники нашей планируемой, у меня в голове уже она спланировалась, конференции и съезда преподавателей, вот школа Павленко, да, школа профессиональная, школа практической онкологии имени Андрея Павленко, собственно, вот он про неё рассказывает, то же самое сказал, сейчас выпустились шесть, но это шесть высококлассных хирургов, которым ещё и привили лидерские навыки, коммуникативные навыки, и я знаю этих ребят, они у меня тоже бывали, они точно совершенно будут менять вокруг среду, среду вокруг себя, если останутся в стране. Это такой терракотинг. Давайте про деньги, друзья. Прибыльно ли это вообще заниматься медицинским постдипломным образованием? Вы делаете это в частной сфере за деньги, вот насколько это всё вообще эффективно и прибыльно с финансовой точки зрения? То, что довольно мало конкуренции, делает сейчас это дело потенциально прибыльным. Скажем так, я могла бы свои курсы продавать, ну, в четыре раза дороже они бы продались. Один мой друг, который всё время мне говорит, Аня, ты прям дешевишь, хотя сейчас наверняка многие закатывают глаза, говорят, ничего себе, и так очень дорого. Поскольку почти нет альтернатив, то как бы есть пространство, я просто хочу, чтобы это было хоть как-то доступно людям, это и сейчас тяжело. То есть потенциально это может быть очень прибыльно. Вопрос в том, что если этим заниматься ради прибыли, скорее всего, ничего хорошего не получится. Как и любое дело, правда, если открыть клинику ради прибыли, вряд ли получится хорошая клиника. Не знаю, Елисей, для тебя прибыльно заниматься преподаванием? Да, я согласна, прям любое дело. Первая польза, а деньги как результат пользы миру. Ну, как следствие, правда? То есть это следствие, когда ты сделал хорошо своё дело, и оно само тебя настигнет. Кормит, да, совершенно точно. Сейчас Елисей расскажет, насколько для него это прибыльно. Сколько вы зарабатываете, Елисей Константинович? Я тут, у меня, конечно, ответ будет такой смешанный. Я здесь скорее по ощущениям, но это во многом потому, что я всерьёз не очень хорошо умею с деньгами обращаться и подсчитывать. Как это для меня, я не знаю, сказывается на моём бюджете, очень грубо говоря, на моём личном персонале. То есть я, конечно, должен сказать, что это, если сравнивать с моей обычной деятельностью врачебной, это существенно больше приносит денег. Вот, там, не знаю, проведение одного курса – это, например, как там, не знаю, две или три месячные зарплаты мои. Вот, одновременно с этим есть ощущение, что это и забирает сил больше. По крайней мере, пока эти курсы для меня каждый раз требуют подготовки, размышлений, эмоций, там, я не знаю, какого-то вот такого сильного напряжения. То есть вот по ощущениям, да, да, я могу сказать то, что это действительно выгодно. Вот, для меня это ещё выгодно, скорее, в эмоциональном плане, потому что это позволяет от многолетней практики рутинной отвлекаться на какую-то другую и иную деятельность, вот, которая продолжает подпитывать меня и мою семью. Вот, то есть тут ответ очень короткий – да, это скорее прибыльно. Вот, одновременно с этим я вот понимаю, там, задумываюсь, а смог бы я это сделать источником своего постоянного дохода? Вот, и вот на этот вопрос я не могу ответить пока, вот. Мне не очень это понятно, потому что это, с одной стороны, что-то такое вот полноценное, с другой стороны, это всё-таки начинающиеся, развивающиеся. То есть короткий ответ – да, но надо посмотреть ещё. У меня, конечно, ваша вовлечённость, Марина, в эту деятельность, она удивляет в хорошем смысле. Я восхущён, очень рад и признателен, что вы это поддержали. Но интересно ли это клиники, у которой всё-таки, не знаю, грубо говоря, есть акционеры, учредители, у которых всё-таки есть какая-то задача выгоды? Насколько это вам, как в хорошем смысле администраторам, организаторам, инвесторам, это интересно? – Хороший вопрос, спасибо большое. Я здесь абсолютно как бы открыто тоже честно скажу, это гораздо менее прибыльно, чем приёмы и чем основная деятельность клиники, но это очень важно для создания атмосферы и для того, чтобы закрывать какие-то базовые потребности ребят, наших коллег внутри клиники. Потому что общество, которое растёт, которое мотивирует, которое показывает, что это можно и так, которое раздвигает возможности человека, то, что он в принципе видит, а можно и преподавателем стать, а можно и пойти учиться и научиться у Елисея Осина, как принимать пациента с сложностями с поведением. Мне очень хочется вот это дать людям. С точки зрения денег, мне буквально вчера писала финансовый директор, она пришла к тебе, да, Светлана, тут наконец-то вчера эти… – В нуле мы. – Да-да-да, эти люди сели. – Ну это неплохо, нуле-то очень хорошо. – Это не в минусе, да, потому что обучение часто бывает. – Мы-то думали, что у нас есть плюсик, чтобы из этого плюсика оплачивать какие-то ещё штуки. Ну то есть я никогда не ставила, и Даша это знает с самого начала, никогда не ставила цели, чтобы академия нам приносила много денег. Я понимала, я хочу, чтобы хорошо зарабатывали те, кто в академии преподаёт. Я хочу, чтобы самореализовывались внутри нашей команды и хорошо зарабатывали наставники, вот, поэтому, в общем, поэтому Елисей считает, что это прибыльная деятельность, и это очень круто, и это мне такая очень приятная обратная связь. – Отдушная, Алена. Вот, эта деятельность помогает финансировать нашу всю обратную сторону академии, которую вы редко видите, это Даша, это её сотрудники. Это даже окупает то, что у нас финансовый юридический отдел управляющая компания что-то делает, но на то, чтобы что-то ещё реализовать и на эту прибыль что-то сделать, к сожалению, вчера оказалось, что у нас практически ничего не остаётся. Это очень смешно было мне, Елена, финансовый директор. – Ну, я расскажу, что есть разные, но на самом деле же разные модели есть. – Да, я расскажу, как это было мне, финансовый директор вчера написала, говорит, Марин, а у меня прям, такая, так, а мы же за прибыль академии ещё можем сфинансировать внешнее обучение, можем, ну, кстати, нет, обучение в сообщении мы сфинансируем, оно там посчитано. – Нет, мы, да, мы ответственно и порядочно оплачиваем половину, да, всё хорошо. – Вот, но мы-то думали, что там много чего осталось. – Это не прекратится, Анна, честное слово. – И это, кстати, наилучшая модель, потому что у нас есть партнёры, которые оплачивают гораздо больший процент, и мне больше нравится, потому что ваши люди в итоге более мотивированные приезжают. – Да, вот это я хотела к этому потом ввести. – Больше заплатили сами. – Написала мне вчера финансовый директор, говорит, Марин, слушай, говорит, тут вы там с Дашей губки-то раскатали, но я тут посчитала, и так-то… – Она мне потом вино предлагала. – Да, до конца года, ну, академия уйдёт в ноль, и слава богу. Вот, она говорит, мне, говорит, не хочется расстраивать Дашу, что делать? Я говорю, слушай, говорю, Лена, вы ради чего вообще вот сейчас это всё считали? Лена такая, ну, вообще, чтобы увидеть реальную картину. Я говорю, ага, поэтому давайте… Это же для… Говорю, представляешь, если бы ты, чтобы меня не расстраивать, вместо прибыли убыток показывала. Вот. Лена говорит, всё, поняла, пошла к Даше. – Ну, ведь прибыль есть не только финансовая, мне кажется. – Безусловно. – Тут же столько привидентов нематериальных от этого. – Безусловно. – И репутация, и врачи хотят работать в такой клинике, и пациенты хотят ходить в такую клинику. То есть деньги приходят, это совершенно точно приносит клинике деньги. – С самого начала я это и говорила, что нам нужен этот проект для того, чтобы люди развивались, для того, чтобы они самореализовывались, для того, чтобы у них была закрытая база и возможность что-то там, да, реализовать своё, что-то сделать, попробовать, сделать небольшие эксперименты, повести какой-то мастер-класс. И это очень важно, это общество, в котором они находятся, это общество должно к вопросу, как сделать так, чтобы была мотивация к, чтобы была позитивная мотивация у людей к тому, чтобы вырасти, а не к тому, что если я сейчас не пойду на курсы, меня уволят или там меньше платить будут. Вот для того, чтобы у людей в команде была мотивация к, мне нужно им показать результаты, которых можно достичь, если ты движешься вперёд. Вот, собственно, это цель Академии, и это как раз то, что в целом, да, как часть всего нашего сообщества очень-очень важную роль играет. У меня есть шутка, не шутка, а описание реального случая. Вот этот весь вопрос мне напомнил, мы как-то делали, ну, я формально всё ещё руководитель пациентского сообщества, и мы как-то делали встречу с врачами, и у Лёши, ну, там было пять спикеров для пациентов, большое мероприятие, и у Алексея Головенко был хэштег, короче, на презентации. Алексей, как мы знаем, все славится, так сказать, хорошим чувством юмора, вот, типа Головенко копит на Porsche Cayenne. Долго мы гоняли потом этот хэштег, это было забавно, это в сторону как раз, наверное, того, что действительно труд преподавателя должен хорошо оплачиваться, и хорошо, что мы обсудили и нормализовали, потому что у меня есть с этим проблемы, со многими, ну, вот с кем-то из преподавателей, действительно, то есть мне пытались вернуть деньги, некто Ольга Шеметовская пыталась их отдать, вот, и разные, и мы, конечно, работаем с отношением к этому, с точки зрения… Зная Олю, охотно верю. Ругалась на меня, что слишком младшую гонорару, я почитала всё в табличке, у меня обычно всегда, я прозрачно считаю и присылаю скриншот, чтобы как бы всё было видно, что как получилось, сколько там билетов и так далее, какие другие расходы, и вот тут почему слишком много, заявила она мне, я сейчас перечислю обратно, вот это всё, в общем, пришлось мне с ней пообщаться в жёстком ключе. Что касается бенефитов от Академии, да, действительно, это произошло, но я хорошо, что на самом деле функция обучения, если брать её вот как у нас-то происходит, да, разные же бывают курсы обучения, есть курсы обучения, такие более потоковые, которые продаются на большие охваты, за, ну как бы, не более потоковые, в смысле, там больше охваты, и в целом это может приносить очень хороший финансовый результат. Вот, когда ты делаешь живые курсы, когда это курсы с ответами на вопросы, ты не можешь обучить за поток тысяч человек, это невозможно, и, естественно, ты, ну, то есть это масштабируется немножко иначе с точки зрения эффективности, и, собственно говоря, слава богу, потому что очень часто функция обучения, вот как она у нас есть, у нас есть внутреннее обучение, внешнее обучение, своё обучение, да, то есть мы за два года в Академии, собственно говоря, создали полноценную такую добропорядочную систему обучения, какую-то она должна быть, как правило, они в минусе, вот, так что наш результат, неплохой результат, когда ты ещё не в минусе, вот, я думаю, что... У нас отличные результаты, мы ещё даже за прибыль Академии финансируем сообщения. А, да, это очень хороший результат вообще. Оплачиваем оплату сотрудников и так далее. И налоги. Там очень много всего, а для меня это очень большой... Большое счастье научиться считать, поэтому я очень благодарна, на самом деле, нашему финансовому директору, что я учусь финансовой грамотности попутно. Но я хотела сказать, вот, можно я секундочку ещё, и всё. На самом деле, я, конечно, человек упоротый обучением, в том смысле, что я всю жизнь занимаюсь, и я обожаю это, и просто могу говорить бесконечно, но обучение, на мой взгляд, вот, с точки зрения клиники, зачем клинике это нужен, это геморрой. Ну, потому что, правда, организационная, вот, это геморрой. В том смысле, что это сложный процесс, он, организационный процесс, он очень сложный, там очень много нюансов, вот, не каждому, действительно, не каждому комфортно быть преподавателем, преподавателем, там, это у нас вот так получается, что у нас все рвутся, скорее попробовать, вот, иногда бывает сложно найти. Но по большому счёту для клиники, например, это, этот процесс он закрывает очень, ну, он очень хорошо поддерживает кадровую стратегию во всех смыслах, то есть он даёт людям развиваться, и преподавателям, и тем, кто учится, он даёт определённый, мы не будем этого скрывать, определённый кадровый резерв. Всё, окна, больше никто не пустит своих сотрудников на курсы. Елисей уже про это рассказал, что нам скрывать. Вот, он даёт возможность дополнительной материальной и нематериальной мотивации, потому что преподаватель, да, получает определённый гонорар, там зависит от, вот, то есть фактически этот процесс, он закрывает все кадры и вопросы. Вот, вот, честно, вот, с точки зрения чар-стратегии, это очень хороший продуктивный способ, вот, её, ну, как-то вот, вот, для меня это база такая, на чём стоит, как, вот, трики, как три ноги, или я не знаю, на чём может стоять чар-стратегии, в принципе, в долгую. Вот, потому что ты, ты их растёт, ты как бы, ты не, кого можно найти, кого угодно, но мы же все вместе растём, мы развиваемся, и мы делаем, ну, это действительно происходит вместе. Вот, то есть, вот, мне кажется, что функция обучения глобальна, как миссия, она для клиники, в рамках, как бы, вне клиники она ещё больше, она шире городов, и я надеюсь, что мы объединимся, это моя мечта. Я вот, на самом деле, поразился даже тому, что ты сейчас сказала, потому что я, в каком-то смысле, хотел очень похожие вещи сказать, я теперь понял, почему Аня так нападает на НМО, вот, как это получается, и почему. Я это так думал, ну, окей, вот есть какая-то такая штуковина странная, ну, может быть, немножко нелепая, но всё равно, а как ещё контролировать. Вот, что хотел сказать, у док-дети, док-мед, служба взаимодействия с пациентами, да, в общем, и с врачами, называется служба заботы, вот, и это не случайно происходит, потому что, конечно, клиника наша устроена таким образом, ну, вот, я со стороны врача могу это, безусловно, сказать, то, что обо мне заботятся, вот, то есть я на своём месте нахожусь, мне организовывают условия, мне помогают, мне решают кучу проблем, с которыми я сталкиваюсь, вот, так сказать, вот, я знаю то, что вот люди, которые, в общем, на моей стороне готовы помогать, чтобы я делал то дело, которое я делал, вот, и для этого созданы целые наборы институтов в рамках этой клиники, это потрясающая вещь, это, но у меня в жизни такого никогда не было, я проработал в разных местах, и это звучит так красиво, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю то, что на самом деле это, в общем, одновременно с этим технология, вот, здесь такие люди, тут такие люди, тут так это организовано, обучение, которое проводят в рамках док-дети, док-мед, это тоже формат заботы, это что-то, что заставляет хотеть здесь находиться по обе стороны, будучи преподавателем, будучи студентом, будучи врачом, который это всё проходит, вот, и я понял, вот, почему НБО это ерунда, потому что здесь, конечно, вот это именно самой заботы-то и нет, то есть это, в общем, какой-то наказательный инструмент, это какой-то инструмент, докажи, покажи, что ты хочешь, то есть, как бы, вот это вот отношение к врачу в системе здравоохранения, как, ну, вот это сложно сформулировать, слава богу, потому что я не в ней нахожусь, но как, как вот это ты обязан, вот мы тебя проверим, да, и мы это ещё, ты ещё как-то схитришь, да, мы сделаем так, чтобы ты не схитрил, а на твою хитрость мы ещё какую-то хитрость придумаем, вот, и вот это, наверное, вот тот самый разговор, с которым, который чиновник в системе здравоохранения, с чего он должен начинать, он должен начинать, как мне сделать так, чтобы врачам в моей системе хотелось работать, как мне сделать так, чтобы ему было интересно сидеть, чтобы ему не приходилось заполнять 8 формуляров, 4 карты за 15 минут приёма и так далее, и если он задастся этими вопросами, то тогда, возможно, он сможет как-то не позаботиться о нём, да, то тогда, возможно, и вопрос организации обучения тоже получится. Чиновник здравоохранения не только о враче не заботится, он не заботится о пациенте, и, честно говоря, это правда не вполне его задача, его задача заботиться о бюджете и таких вещах, но если он хочет, как мне делать мою работу, как, я не знаю, регулятора или так далее, чтобы заботиться об этих всех людях, мне надо у них спросить, а не сидеть и думать, как мне, значит, повышать квалификацию врачей, посмотрю, как это делается на Западе. — Ну это правда так, но интересно. — Это два важных вопроса осталось. — Да, я просто сталкивалась, что вот кто-то приезжает из других городов, и для них НМО — это прям вот показатель, и поэтому было важно, что мы это проговорили, да, как вы относитесь к НМО-системе, как мы, что, ну, действительно, к большому сожалению, это не отражение качества. — Ну, в принципе, мы же и не заметили того, что те, кто приехал, и для кого НМО — это был показатель, и это было важно, мы не увидели у них меньше мотивации или увидели? — Мне кажется, что нет, вот, но у нас определенный сегмент все-таки вот в Документ Академии, да, у нас определенный все-таки, надо бы скорее, ну, плохо говоря, ну, как бы он чуть выше среднего и по контенту, и по стоимости, и, конечно, мы видим очень мотивированных людей. — Мне хотелось заострить внимание на платности или бесплатности. Анна уже говорила, что наши сотрудники, которые проходят обучение в сообщении, мы софинансируем 50 на 50 их обучение. Как, по вашему опыту, это сказывается на их мотивации и на эффективности? Где золотая середина? Заплатить полностью за сотрудника или не платить вообще, или 50 на 50, или вот где? Как ваш опыт? Как лучше усваивается материал? — Мой опыт двоякий, потому что это не единственная мотивация, которая может быть. Есть клиники, с которыми у нас вот такие отношения, как в Док Дети, и мы чувствуем, что как психотерапия. Если человек платит, он это ценит. Но одновременно с этим у нас есть одна ветеринарная клиника, с которой мы сотрудничаем, где люди не платят совсем. Они могут, честно говоря, довольно часто, почти раз в неделю, в неограниченном количестве. Приходите заниматься коммуникативными навыками в нашем симуляционном формате, сколько им захочется. И там люди очень мотивированы и участвуют очень охотно. Но они не платят за это совсем ничего, потому что другая формируется мотивация. У них в целом очень высокая культура обучения. Вся клиника учится чему-нибудь всегда, минимум раз в неделю. Это очень принято. Это странно, если ты не учишься ничему. И они понимают, что эта часть, по крайней мере, у них слабая, потому что они ветеринары, они вообще не планировали с людьми взаимодействовать, понимаете, когда профессию выбирали. А тут, значит, эти двуногие пришли, с ними надо как-то выстраивать. Это просто к тому, что мотивация может быть и другой, но другую мотивацию очень сложно создать, очень. Это потому что уже вопрос корпоративной культуры, атмосферы, ценностей, вот этих вот вещей. Конечно, такая мотивация проще. Она довольно квадратная и очень понятная. И, кстати, она привлекает людей к вам в клинику. Я знаю врачей, которые говорят, надо мне пойти собеседоваться в ДОК Дети, потому что тогда мне будет дешевле проходить курсы в сообщении. Имею контакты с разными группами. Ну вот помимо ДОК Дети и ДОК Медакадемии нашей, я еще преподаю в рамках взаимодействия с фондом Антон Тутрядом и нашей ассоциацией. Вот, и я в этом смысле... А там вообще могут ничего не платить, или фонд оплачивает, или там очень символическая стоимость. Вот, я, конечно, не сталкивался с существенной разницей в поведении, но, наверное, и, как Аня правильно говорит, не задавались задачи измерения вот этих вот эффектов. Вот, мы не можем сказать, насколько оплата-неоплата приводит к каким-то заметным результатам. Вот, но я тут, может быть, в какую-то полемику с Аней вступлю, в том смысле, что вот... А я вот, например, не видел... Если ты видела, ты тогда мне, пожалуйста, покажи вот эти данные, что психотерапия должна быть обязательно оплачена. Если... Если они такие существуют, да? Потому что, например, когда речь идет... Это расхожая история, она известная история, то, что вот, обязательно надо сколько-то взять, и вот, чем дороже, тем ты больше вкладываешься и так далее. Но есть психотерапия... Чем дороже таблетка, тем лучше помогает. Такое было тоже где-то... Да, да, да. Есть, например, психотерапия по приговору суда, где ты вообще не платишь, и ты обязан это делать, потому что это является частью твоего, ну, в данном случае, восстановительного правосудия. Не репрессивного, а восстановительного. И в области, например, работы с детьми, в России так не делают, но там в других странах такое делают, могут приговорить родителей к прохождению курсов обучения изменения поведения детей, которые направлены на изменение поведения родителей, естественно. Вот. И они показывают довольно хорошие результаты. И невысокий дропаут. Вот этот вот выход из терапии. У меня нет никаких данных. Мне это только говорил твой друг Виталий Сонькин всю жизнь, как он начал учиться психотерапии, когда мы были все юные. Поэтому я не знаю, но ты, то, что ты, то пример, который ты описываешь, честно говоря, он не противоречит, потому что ты говоришь о том, что есть другая мотивация, есть другая необходимость. Я знаю только по себе. Я когда записалась на первый свой в жизни курс для тренеров, то есть преподавательский курс в ассоциации, с которого начался весь мой этот преподавательский путь, я помню, что я его записалась, заплатила, а потом, когда пришло время, как-то мне стало лень. И я думаю, боже, в Англию ехать, блин, как-то вот неохота, не до того, много всего в жизни происходит. И я им написала, я бы хотела отменить свою часть. И я сказала, все, поздно, а мы на этом этапе уже деньги вам не вернем. И я такая, какого черта, это очень дорого стоило, я поеду, не пропадать же им. И спасибо, слава богу, что они мне не вернули тогда деньги, потому что иначе это все бы не произошло. Не знаю, честно, не знаю. Но тут, возможно, я не знаю, насколько тут речь про эффективность, насколько это будет. Нет, мы не говорим об эффективности, Элисей, мы, если ты вспомнишь, говорим о мотивации вообще прийти и появиться. Потому что дальше уже целый большой вопрос. Нам же как, когда мы говорим о мотивации, я, по крайней мере, когда говорю о мотивации, что я имею в виду, чтобы человек оказался у меня в помещении, где проходит курс. Дальше моя работа. Если я не смогу его заинтересовать, увлечь и так далее, это значит, что я плохой преподаватель. Поэтому платят люди или не платят, как это соотносится с качеством, я уверена, что никак. Уверена совершенно. А вот с мотивацией, в принципе, прийти. Кстати, с психотерапией то же самое. От того, что ты заплатил и час поговорил с плохим психотерапевтом, я абсолютно не уверена, что это принесет тебе пользу. Да. То есть тоже я не из деятельности нашей Докмедакадемии, из деятельности фонда Антона Тут Рядом. Я замечал, что, например, мы проводим семинары для специалистов. Вся деятельность фонда бесплатная. Абсолютно вся. Из иных источников. Например, мы проводим семинары для специалистов, например, педиатров по выявлению риска. Им надо записаться, прислать, заполнить форму, ответить. 40 заявок. Мы думаем, господи, куда их всех поместить? Приходит 8 человек. Другая история. Такой же курс проводится для родителей. Он забивается до предела своего, там, 300 мест, 400 заявок. Я не помню точные цифры. Вот. Ещё люди хотят, и большая часть их проходит и доходит. Да. И не выпадают. Им это важно, им это интересно, у них какая-то другая мотивация. И верно, это не всегда деньги. Это не всегда ты должен заплатить. Да. Ну что, друзья, мы сегодня поговорили о постдипломном медицинском образовании, о мотивации, о том, какая мотивация правильная, о том, чего бы нам хотелось в масштабном смысле от государственных программ образования, о том, какие есть частные инициативы, и поделились даже финансовыми результатами наших частных инициатив образовательных. Да, я хочу напомнить о том, что мы обсудили идею о каком-то содружестве, да, образовательных проектов, и, в общем, это наша мечта, и мы всех приглашаем к общению на этот счёт. И какие-то завершающие слова были у Елисея и Птичек, давайте послушаем внимательно. Хочу сказать две вещи. Первое. Я, в свою очередь, должен признаться, что обожаю Аню. Аня — это больше, чем половина моей жизни. Аня, конечно, это человек, который, сначала сама познакомившись с научной медициной, познакомила меня с ней. Я помню наш с тобой разговор от начала до конца, как ты лечил Марину, как стала читать про орбидол, ничего не нашла, пошла на РМС, а потом сказала, Елисей, ты что-то должен пойти почитать. Мы там разговаривали. Ты тогда ещё хотел неонатологом быть, по-моему, всё ещё на том этапе. Психиатром. Уже психиатром. Психиатром, да, и хотел, уже сновился и хотел всех лечить пантагамом. Ты сказала, ты, Елисей, не то делаешь. Это большое-большое событие. Я очень рад. Даже вот хотя бы так встретиться — это прям праздник большой. Вот. Вторая, конечно, большая и важная история — это вот что мы обсудили, что... Я даже не знаю, как это сформулировать, обучение, как включение в общение, в отношения. Это как проявление какой-то заботы и как организация эффективного пребывания врача где-то. как что-то, что может хотеть врача там, ну там, не знаю, там дальше развиваться. И я вот правда сейчас именно что вдохновлён, чтобы, наверное, заглянуть в эти практики обучения чуть глубже и больше и препарировать. И если вы меня позовёте на твою конференцию хотя бы послушать, я обязательно приду. Вот так вот, что я хотел сказать. Я тоже хочу сказать большое спасибо за приглашение, за наше сотрудничество плодотворное, за то, что вы делаете. Мне кажется, помимо всей той пользы для клиники, про которую вы сказали, от Академии, ещё и просто сам факт, что медицинская организация занимается медицинским образованием, это как-то очень глубоко правильно, потому что это демонстрирует вашу заботу о пациентах вообще-то, потому что вы заботитесь о качестве медицины в целом. Поэтому большое спасибо. И мне очень нравится идея объединения. Объединения даются русскому человеку плохо, прям скажем. Но надо с чего-то начинать. Может быть и хорошо, что не так много, наверное. Хотя кто знает, если начать искать. Но всё равно не так много образовательных проектов, которые могут захотеть собраться вместе. Это может получиться очень важный разговор. Не без споров и конфликтов, честно говоря, потому что я представляю себе обязательно на этом разговоре Артемия Охотина, который большой противник курсов типа наших и большой сторонник менторства и большой пессимист, потому что для того, чтобы заниматься наставничеством, нужны наставники. А он справедливо совершенно считает, что наставников слишком мало. То есть у людей, которые достаточно хорошо делают свою работу, чтобы кого-то другого наставлять. Но это то, что и нужно. Это то, с чего мы сегодня начали. Нет идеальной системы. Есть набор разных инструментов. И они просто для разных вещей в разные моменты подходят. Так что буду очень ждать встречи. И думаю, что у нас в сообщении есть ресурс для того, чтобы организационно с этим немножко помочь. Было безумно интересно. Спасибо большое нашим гостям. С нами были Елисей Осень, психиатр клиник Дети ДокМед и преподаватель в нашем сообществе ДокМед Академия. И Анна Сонькина, основатель и преподаватель в школе сообщения, школе медицинской коммуникации и педиатр. А моей соведущей сегодня была Даша Нащекина, руководитель нашей ДокМед Академии. Спасибо вам, друзья. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok